Концертная программа, представленная в Доме культуры Город-десятых, стала достойным завершением Успенского этапа эстафеты «Салют Победи». В течение недели в поселении прошли тематические школьные уроки, конкурсы сочинений и рисунков, вахты памяти. Сегодня замечательный день. День, который на долгие-долгие годы останется в нашей памяти. Я сейчас в этом зале приветствую вас от имени Андрея Робертовича Иванова, от имени Татьяны Викторовны Одинцовой, от себя лично. Я вас приветствую в этом зале с этой замечательной датой. Не просто за такой короткий срок создать в поселении соответствующую атмосферу и провести настоящий марафон Победы. У сельского поселения Успенская это отлично получилось. Первые номера гала-концерта были полностью посвящены грядущему празднику. А затем наступил главный момент торжества – передача гостям из Голицына символов эстафеты, копии знамени Победы, грозной трехлинейной винтовки, солдатской каски и настрела гильз. Всего неделю назад мы принимали эстафету от сельского поселения Ершова. Неделя пролетела как один день, и сегодня мы с вами уже здесь на гала-концерте нашего сельского поселения. Вы должны запомнить это на всю жизнь. Вам нести эстафету всю оставшуюся жизнь. Правильно сказали ребята, покуда будет жива память, до той поры на территории нашего государства фашизму не бывает. Для городского поселения Голицына это большая честь и гордость принимать эту эстафету. Мы сделали все возможное, чтобы с гордостью принести эту эстафету и передать следующему поселению. Эстафета «Салют Победе» отправилась дальше, в город Голицына. Но это не значит, что торжества в Успенском завершатся. По словам главы поселения Владимира Горяева, это начало большого пути, который закончится только в мае следующего года. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.